Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! И вот о чем мы вам расскажем в выпуске. Цифры удручают. О статистике дорожно-транспортных происшествий за прошедшую неделю расскажем через минуту. Грипп атакует. В регионах России растет число больных острыми респираторными вирусными инфекциями, в их числе и Дагестан. Экипировка стыла. На текстильной фабрике в Избербаше начали шить для солдат спецодежду, форменное обмундирование и постельное белье. Победа единогласным решением. Муслим Гаджи Магомедов завоевал чемпионский пояс Международной ассоциации бокса среди профессионалов. Депутаты Махачкалинского собрания поддержали предложение градоначальника Резвана Гаджи Магомедова о внесении изменений в структуру столичной администрации. Так, две должности заместителей главы объединены в одно – начальника управления земельных и имущественных отношений и начальника финансового управления города. По словам Гаджи Магомедова, это позволит сэкономить бюджетные средства и уменьшит материально-техническое обеспечение. И данные преобразования позволят наделить заместителей главы полномочия в установленной сфере и повысить управляемость этих организаций, этих управлений, структурных подразделений. Одновременно, конечно, усилить его влияние на эти управления. И он будет концентрироваться на этих очень сложных направлениях, от которых зависит практически в большой степени наша с вами деятельность и жизнь наших горожан. Предлагается изменение руководящего состава администрации города Махачкалы путем объединения должностей, то есть сократить должность заместителя главы администрации города Махачкалы и начальника управления имущественных и земельных отношений города Махачкалы, образовав должность заместителя главы администрации города Махачкалы, т.е. начальника управления имущественных и земельных отношений города Махачкалы. 2. Сократить должность заместителя главы администрации города Махачкалы и должность начальника финансового управления города Махачкалы, образовав должность заместителя главы администрации города Махачкалы и начальника финансового управления города Махачкалы. И вновь неутешительная статистика ДТП. За минувшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек погибли и еще 38 получили травмы различной степени тяжести. Среди основных причин аварийности на дорогах республики – это повышение скоростного режима и выезд на полосу встречного движения. В регионах России растет число больных острыми респираторными вирусными инфекциями, в их числе и Дагестан. За неделю заболеваемость разными штаммами гриппа и ОРВИ выросла почти на 25%. Но эпидемиологический порог не превышен. В зоне особого риска находятся люди старшего возраста. Это говорит о том, что мы должны с вами соблюдать все меры предосторожности. На сегодняшний день единственной мерой защиты является вакцинация против гриппа. Люди с хроническими заболеваниями особо подвержены данной инфекции, поэтому мы должны соблюдать все меры и желательно всем прививаться. Второй момент, который мы должны соблюдать – это масочный режим. В частности, в республике обнаружен и так называемый свиной грипп. Врачи предупреждают о возможных осложнениях и даже о летальном исходе, если запустить болезнь. При симптомах вирусной инфекции они рекомендуют не заниматься самолечением, а обращаться в медучреждения. Кроме того, специалисты отмечают, что за последние две недели прослеживается динамика роста заболевания у детей. Во всех возрастных группах, особенно среди детей, большую опасность предоставляет сейчас свиной грипп, H1N1, который опасен своими осложнениями. В группы риска по заболеваемости входят беременные женщины, пожилые люди, лица старше 30 лет с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с сахарным диабетом, избыточной массой тела. И при первых признаках простуды, это температура, слабость, мышечные боли, нужно позвонить обязательно к врачу, вызвать его на дом. Избегать посещения поликлиник, дабы не заразить других людей. Дагестанцы продолжают помогать российским военнослужащим. На текстильной фабрике в Избербаше начали шить для солдат спецодежду, форменное обмундирование и постельное белье. Накануне на предприятии побывал и премьер-министр республики. Гости ознакомились с процессом производства продукции, осмотрели цеха и пообщались со швиями. Вот это алула называется, которая тоже воду не пропускает, приятная на это. Это мембрань, как называется, она тоже воду не пропускает. Это плёд, мок называется тоже. Это я согласовала военком в Махачкале. Я это отписываю, показала, согласовала. По словам гендиректора фабрики, объём производства в 2022 году значительно увеличился. Проблем с реализацией продукции у предприятия также нет. Стоит отметить, что цех не в первый раз участвует в выполнении государственных социальных заказов. Так, в период пандемии коронавируса. Здесь было налажено производство защитных, противочумных костюмов, масок, медицинских халатов и другой защитной одежды для нужд больницы и клиник. Махачкалинский аэропорт установил исторический рекорд по количеству обслуженных пассажиров. По итогам 11 месяцев этого года аэропорт Махачкалы обслужил более 2 миллионов пассажиров. Воздушная гавань Махачкалы сообщает, что это рекордная цифра за всю историю аэропорта. Также эти цифры выше на 25% показателей предыдущего года. Отметим, самые популярные внутренние направления среди пассажиров – это Москва, Санкт-Петербург, Сургут и Казань. Из международных направлений наибольшим спросом пользовались Стамбул, Дубай и Ташкент. И о спорте. Муслим Гаджимагамедов завоевал чемпионский пояс Международной ассоциации бокса среди профессионалов. Поединок против призера чемпионатов мира и Европы испанца Эммануэля Рыеса прошел в Абу-Дабе. Дагестанский боксер владел преимуществом на протяжении всего боя и победил единогласным решением судей. Гаджимагамедов выходил на поединок под российским флагом, а зарубежный ведущий представил его на русском языке. Титул чемпиона IBA среди профессионалов нашему боксеру вручил экс-чемпион мира Рой Джонс-младший. Власти Дагестана поддержат развитие тэквондо в республике. Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел встречу с президентом Федерации тэквондо региона Мутак Алаевым. Говорили о возможности открытия отделения по этому виду спорта на базе одного из вузов республики, а также в училище Олимпийского резерва. Также обсуждены вопросы поддержки паратэквондистов в организации участия в крупных международных турнирах и премировании отличившихся спортсменов. Я целиком и полностью поддерживаю. Специалисты должны быть. И в ДГУ должны быть специалисты, которые специализуются, чтобы были тренировки. Я вас попрошу, вам время до 15 января, все эти ваши вопросы проработать, изучить, собрать всех, встретиться. Я обязательно приду, вы организуете, я приду на встречу с тех хронистами тоже. Должно быть принято какое-то политическое, потом здесь решение должно быть принято на уровне правительства, исполнительской власти, чтобы в этом было задействовано. Поэтому, господи, я вас попрошу, я вас прошу проработать эти все вопросы по всем министерствам. Министерства образования тоже. В Махачкаре завершилось открытое первенство по баскетболу среди школьников. На площадку в игровом зале автодорожного колледжа вышли шесть команд из разных городов республики. Участники показали зрелищную и конкурентную игру. По итогам предварительных встреч в финал пробились коллективы Старичного центра развития таланта Пальтаир и седьмой школы города Дербент. В упорной борьбе точнее оказались хозяева. Третье место осталось за школьниками из Кизляра. Победителей наградили денежными премиями и другими подарками. Также организаторы учредили призы в трех индивидуальных номинациях. Мы сегодня проводим турнир среди юношей в 2006 годов и моложе. Региональный турнир, на который приехали команды из города Избирбаш, город Дербент, город Кизляр, Махачкала, Республиканская спортивная школа игровых видов спортов и команда города Каспийска. Ну и, конечно же, хозяева турнира, наша команда Альтаир, представляется одной командой. Мы пригласили эти команды на основании прошлогодних финальных игр Лока Баскета, 2006 годов и моложе. Эти команды показали себя на очень хорошем уровне. И по приглашению других тренеров я их пригласил на участие нашего сегодняшнего турнира. Все смешалось в полутяжелом весе. Магомеду Анкалаеву так и не дали стать чемпионом UFC. Титул ведущий мировой лиги дагестанский боец оспаривал с поляком Яном Блоховичем. Главный поединок на UFC 282 в Лас-Вегасе продлился пять раундов. По итогам боя судьи вынесли неожиданный и спорный вердикт – ничья. Полного преимущества по всем статистическим параметрам и доминации в чемпионских раундах почему-то не хватило для того, чтобы Анкалаев стал обладателем пояса. Удивлен решением судей оказался даже Блохович, мужественно признавший тот факт, что наш спортсмен выглядел сильнее него. И пояс UFC в полутяжелом весе остается вакантным. Таковы новости к этому часу. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Зен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи.